Сегодня моей маме исполнился 91 год. И хотя она живет не в Израиле, это сподвигло меня записать видео о долголетии по-израильски. Шалом, друзья! С вами Ии и канал Наслаждайся Израиль. С недавних пор, а точнее уже лет 9, я интересуюсь долголетием. И, оказавшись в Израиле, отмечала для себя возможные причины, почему Израиль занял 8 место в мировом рейтинге по продолжительности жизни. 8 место среди 252 стран. Это очень почетно и достойно внимания. Согласны? Средняя продолжительность жизни в Израиле составляет 82,5 года. Для сравнения в Украине это 72,4. Средняя продолжительность жизни мужчин в Израиле находится на уровне 86 лет. И это четвертое место в мире. Ну, а женщины, как всегда, живут дольше. И средняя продолжительность жизни женщин в Израиле составляет 84,3 года. Причем по всем параметрам, которые подвергались проверке, вышло, что продолжительность жизни еврейского населения в Израиле выше, чем в арабском секты. Долгожителем считаются люди старше 90 лет или дожившие до 100 лет. И я встречала таких людей в Израиле. Хорошо, давайте пойдем простым логическим путем. Когда люди говорят об Израиле, в первую очередь они представляют себе теплую и солнечную страну. Пальмы, горы, море, Средиземное, Красное, Мертвое. И это верно, потому что один из факторов, влияющих на продолжительность жизни, это благоприятный климат или окружающая среда. То есть состояние воды, воздуха, почвы, климат, атмосферные условия. И хотя лето в Израиле очень жаркое, в целом Средиземноморский климат благоприятно влияет на долголетие израильтя. Что еще вспоминается при слове Израиль? Медицина. По многим показателям здравоохранения Израиля занимает одно из самых первых мест в мире. Ключевыми являются следующие. Смертность от главных заболеваний нашего времени, рака, инсульта, инфаркта и диабета, одна из самых низких в мире. Уровень смертности в природах здесь один из самых низких в мире. Вакцинация населения против различного вида заболеваний в стране составляет 94%. Считается, что одни из лучших врачей в мире работают именно в Израиле. Также здесь используются самые прогрессивные методы лечения и самое новейшее медицинское оборудование. Ну и всем известно, что Израиль славится еще и поэтому медицинским туризмом. Итак, уровень медицины. Антибиотики, вакцины и хорошая хирургия повлияли на продолжительность жизни людей в мире и в частности в Израиле. Качество и скорость оказания медицинской помощи также здесь учитываются. От себя еще хочу добавить несколько своих таких наблюдений, которые меня восхищают в Израиле. Во-первых, это скорая помощь в Израиле. Действительно, очень скорая помощь в Израиле. Например, если человеку стало плохо на улице, в магазине или даже дома. Страна Израиля очень маленькая и здесь все время очень много заторов. И машине скорой помощи добраться быстро до места события очень-то непросто. И поэтому в Израиле есть скорая помощь на мотоциклах. В первую очередь быстро приезжает медработник на мотоцикле, оказывает самую-самую первую скорую помощь до того, как приезжает машина скорой помощи. И это спасло очень много жизней в Израиле. Я считаю, что это просто и гениально. Как всегда, все гениально и просто. Еще меня очень впечатляют дефибрилляторы, которые здесь есть повсеместно. Они находятся на центральных площадях, в парках, на спортплощадках. Их очень заметно. И возле них всегда есть краткая пошаговая инструкция, что нужно сделать. Таким образом, очень много спасли людей от сердечных приступов. Прям вот на улице люди спасали людей благодаря этим дефибрилляторам. И, кстати, я недавно увидела в метро в Киеве тоже вот такой стенд, что меня очень порадовало. Конечно же, достойна внимания медицинская система в Израиле. Это все очень легко и просто. Автоматически здесь записываются все ваши данные. В компьютере ты только приходишь, карточкой проводишь по аппарату. И когда заходишь к врачу, у него в компьютере тоже все видно. Вся история, все посещения, все анализы. Это очень здорово. Еще хочу вам рассказать о своей вот этой карточке, которую я получила после того, как прошла обучение первой помощи детям. Такой мастер-класс могут пройти все желающие. Родители, бабушки, дедушки детей. В детском саду, в школе, в детских различных учреждениях, в роддоме или в больнице. Приходит представитель, медицинский работник, который объясняет и показывает наглядно, практически, как оказывать первую помощь детям, если они что-то проглотили, если им стало плохо. Та же самая работа с дефибриллятором. Это тоже все проходится в течение, по-моему, двух часов у нас было занятие. После чего нам выписали документ и дали вот такую карточку, говорящую о том, что я могу оказывать первую помощь. Причем я хочу вам сказать, что такую первую помощь я могу оказать не только детям, но и взрослым, потому что схема все та же самая. И действует она два года. То есть через два года нужно эти знания обновить, потому что, если честно, многое забывается. Что еще об Израиле? Скорее всего, вы подумали о знаменитой средиземноморской диете, которая считается самой благоприятной для долголетия. И это действительно так. В Израиле очень много продается зелени, овощей, фруктов. Израильтяне едят очень много авокадо, оливки, оливковое масло, используют очень много специй и пряностей. Едят морскую рыбу. И, конечно же, бобовые. Это фалафель, хумус, очень известные израильские блюда. И, кстати, в Израиле очень много вегетарианцев. И один еще из немаловажных факторов, который влияет на долголетие – низкий уровень употребления алкоголя. И в Израиле действительно пьют нечасто и немного. Многие из вас наверняка подумали о том, что Израиль – это страна с высоким уровнем жизни. А это тоже один из факторов, который влияет на долголетие. Да, действительно, урбанизация, условия труда, финансовое положение, бытовые условия и уровень образования влияют на продолжительность жизни. А Израиль – одна из самых дорогих стран в мире. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам видится, что влияет на долголетие в целом, может быть, в вашей стране. И почему средняя продолжительность жизни в Израиле является одной из самых высоких стран в мире. А я добавлю еще несколько своих наблюдений. Во-первых, это непринужденный образ жизни. Конечно, он присущ многим средиземноморским странам, но в Израиле, мне кажется, он какой-то особенный. И когда меня спрашивают про Израиль, какие они, израильтяне, я сразу говорю, они не заморачиваются. И в этом их счастье. Вы знаете, ощущение расслабленности, свободы и наслаждения, как будто бы даже в самом воздухе Израиля. Они не стрессуют по жизни. Также они большие оптимисты. 81% израильтян-евреев довольны жизнью в Израиле. Большинство израильтян уверены, что все будет хорошо. Это одна из особенностей еврейского менталитета, вера в будущее. Такой национальный еврейский оптимизм. И это основа здорового израильского общества, так как такой душевный настрой продлевает жизнь. Это действительно неунывающий народ. Еще они приходят на помощь. Если вдруг кому-то стало плохо на улице, например, обязательно люди подойдут и помогут, даже если они опаздывают или спешат на работу. Также, если что-то случилось с автомобилем, обязательно кто-нибудь остановится и предложит свою помощь. Я помню, когда я на автобусной остановке спрашивала, как мне доехать куда-то, люди доставали свой телефон, открывали приложение и показывали мне точный маршрут, объясняли все до последнего. А еще мне нравится, что здесь можно без звонка прийти к родственникам или посетить своих друзей, что я знаю часто во многих странах, просто невозможно. Еще один пункт отношения к старшим. В Израиле очень хорошо относятся к людям богатого возраста, почтительно, уважительно, заботливо и у них есть богатая социальная жизнь. Есть места, куда они могут прийти потанцевать, пообщаться, поиграть в карты, в бридж. Для них проводится очень много различных мероприятий, концерты и, конечно же, у них есть свои льготы на транспорт, на медицинское обслуживание, на помощь по дому. И в Израиле вы часто можете встретить филиппинцев, которые помогают людям старшего возраста на инвалидных колясках. И, кстати, для инвалидов в Израиле очень много всего сделано. Есть определенные автомобили, которые помогают им передвигаться, в автобусах есть помощь для инвалидов. Я даже видела, как выходят водители автобусов и помогают закатить коляску и потом останавливаются на остановке, выходят опять же и помогают спуститься инвалиду на коляске. Туалеты приспособлены для инвалидов. То есть очень много, конечно, здесь создается удобств для людей в таком положении. Я обожаю людей старшего возраста, мне с ними очень интересно. И в Израиле мне посчастливилось познакомиться с несколькими долгожителями. Я вам расскажу чуть-чуть о трех из них. Первый это мужчина, ему было 95 лет, когда я с ним познакомилась, сейчас ему уже 96. Он всегда был одет как с иголочки. Очень чистый, аккуратный, ухоженный мужчина с прической, всегда с улыбкой встречал и провожал. И очень галантный, с дамами, такой джентльмен, интеллигентный, умный очень человек, большой шутник, с хорошим чувством юмора. И он до сих пор решает вопросы некоторые по бизнесу, по семье. Я видела, как это все происходит по телефону. И что было интересно, он предложил мне побороться на руках. И завалил мою руку. Я не поддавалась, честное слово, я не могла в это поверить. Он мне так хитро сщурил глазки, говорит, хочешь попробовать на другую руку? Я говорю, конечно. И он завалил другую мою руку. А потом он, очень такой романтичный мужчина, открыл окно. И у него отличный вид на Тель-Авив открывается. И он мне показывал, как вдалеке, что где находится, у него еще и прекрасное зрение. Он, конечно, меня покорил. И у него прекрасные семейные встречи дома. К нему любят приходить его дети, внуки. Вот посмотрите, какой вечер на шаббат он устраивает у себя дома. Как все очень красиво, элегантно, накрыто. Как он одет. Это, конечно, бесподобно. Это мужчина, который покорил меня надолго. Второй долгожитель, с которым я познакомилась, скоро ему исполнится 91 год. Мужчина, которого я просто очень-очень люблю. Это удивительный мужчина, который сам до сих пор ходит в магазин за покупками. Он сам может приготовить дома. Постирать, убрать, помыть посуду за собой. Может встать на ступеньки и вкрутить лампочку в доме. Очень такой интересный. Смотрит телевизор, слушает радио. У него очень большая коллекция, которой он увлекается дома. И самое интересное, что мне понравилось, что каждую пятницу к нему приходит его семья. И он готовит обед для них. Это такая традиция. И зажигает вечерние шаббатные свечи. В памяти своей жене, которую он потерял несколько лет. И в доме у него развешаны ее портреты. И видно, как он до сих пор ее очень любит. Ну и третий долгожитель, о котором я хочу вам рассказать. Это женщина. Ей была на тот момент, когда мы с ней познакомились, 93 года. Она так игриво спрашивала меня, как вы думаете, сколько мне лет? Если честно, я сказала 88. 68, потому что я была уверена, что ей еще нет 90 лет. И она так кокетливо сказала, не угадали, 93. Мы обменялись с ней комплиментами. Она завалила меня комплиментами, угощала. Ей, конечно же, помогает женщина-филиппинка дома. Но она там командовала парадом. Говорила, что нужно принести, как накрыть, что куда поставить. Она вела очень интересную, оживленную беседу, интересовалась моей жизнью, рассказывала о своей. Но это было просто удивительно. Я еще приглашала в гости и говорит, приходи, приходи ко мне еще. Что я еще для себя отметила, это физическая активность израильтян. А физическая активность стоит на первых позициях в причинах, влияющих на долголетие. Вы знаете, израильтяне не отличаются особо выдающимися результатами в большом спорте. Поэтому в Израиле меня удивлял большой интерес к спорту израильтян. Везде, в парках, на пляже, на спортплощадках я всегда встречала много людей, которые бегут, идут, едут на всем, что возможно. Спортивные залы переполнены. Люди занимаются на тренажерах, занимаются йогой очень много, популярная йога, пилатес. Любой вид спорта очень интересен для израильтян. В стране активна популяризация здорового образа жизни. В моих видео вы можете увидеть, как израильтяне проводят время, как проводят выходной день. Я оставлю ссылку под этим выпуском, и вы сами все поймете. И десятый фактор. Генетические или национальные гены. И здесь я хочу сказать не о предрасположенности к болезням, которые могут передаваться по наследству, а скорее о другом, что приписывают евреям в целом. Они умные, что есть, то есть. Например, 25% нобелевских лауреатов или половина чемпионов по шахматам – это иудеи. А люди с более высоким интеллектом живут дольше. И еще один момент – многовековое выживание в условиях преследований, дискриминации, антисемитизма окружающих народов, погромов и холокоста, в конце концов. В мае этого года вместе с израильтянами я пережила обстрелы сектора Газы, которые длились 11 дней и разрушили город, в котором я жила. Кстати, Рамадган считается городом с самым большим числом израильских долгожителей и средняя продолжительность жизни здесь 84,6 лет. Самый высокий показатель по стране. Я оставлю под этим выпуском ссылки на мои видео о городе Рамадган и об 11-дневной войне. Так вот, израильтяне покорили меня своим философским отношением к жизни, к нападкам со стороны, к обстрелам. Все знают, что нужно делать, когда идут обстрелы. Они потом пережидают этот момент. И очень быстро восстанавливаются и возвращаются к обычной регулярной жизни. И живут с верой в лучшее будущее, что все будет хорошо. Им некуда бежать. И поэтому жизнь продолжается. По древней традиции, евреи желают друг другу прожить до 120 лет. Интересно, почему не больше? Кстати, науки геронтологии тоже 120 лет. Возможно, потому что столько прожил Моисей, Моши, который вывел израильтяна из рабства в Египте. А мне еще нравится вот второй вариант. Они говорят «Мазальтов адме кмо эсрим». То есть прожить до 100 лет, как в 20. То есть чувствовать себя в 100 лет, как в 20. И я вам того же желаю «Мазальтов адме кмо эсрим». Спасибо, что досмотрели это видео до конца.